Рязань стала вторым городом, жители которого смогли увидеть новую постановку Дмитрия Маликова «Перевернуть игру». По словам самого автора, то, что увидели в Рязани и в ближайшее время увидят во многих городах Центрального федерального округа, это в первую очередь драматический спектакль. Однако в нем переплетено огромное количество самых разнообразных жанров, а приправлено все это чудесами, фокусами и лучшими образцами классической музыки. Сегодня поиск новых, необычных, ярких форм просто необходим, считает Дмитрий. Главным образом для того, чтобы привлечь самых придирчивых и требовательных зрителей – детей и подростков, и обратить их внимание на богатство окружающего мира и наследие мировой культуры. Моя задача – это просто обратить внимание, какая великая культура есть вообще в мире, чтобы ребенок или взрослый человек лишний раз не писали там дурацкие друг другу смс-ки или слали фотографии, а лишний раз посмотрели список самых знаменитых произведений Моцарта, или, например, какие-то интересные даты и события из жизни Бетховена, почему он был глухой, как он мог глухой 20 лет жить и писать такую музыку. Об этом во всем есть в моем спектакле. В центре сюжета спектакля вечно актуальная проблема отцов и детей, где, с одной стороны, все отрицающее подрастающее поколение, а с другой – поколение родителей, которые пытаются привить детям к культурные ценности. Найти компромисс помогут великие музыканты и композиторы классики – Бах, Бетховен, Моцарт и даже Майкл Джексон, появляющиеся чудесным образом на сцене со своей историей. В сценарии тонко переплетены интересные факты их жизни и судеб, различные исторические эпохи и музыкальные направления. Яркий, динамичный, компактный спектакль рассчитан на семейный просмотр. Взрослым наверняка будет интересно освежить свои знания и послушать шедевры мировой музыки, а детям – окунуться в увлекательную историю, которая произошла с главной героиней – 16-летней девочкой-диджеем и перевернула ее восприятие мира. По сути, перевернуть игру – это не просто спектакль, а полноценный образовательный проект. Реализуемый при поддержке Газпромбанка.